Завтрашнее заседание Это конвенция сотрудничества государств-участников СНГ в области цифрового развития общества и плана первоочередных мероприятий по их реализации, стратегии обеспечения информационной безопасности стран СНГ. Это наиболее крупные вопросы, но к ним добавляется целый ряд других, не менее важных. Например, радионавигация государств-участников СНГ, рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, о продолжении розыска военнослужащих без вести пропавших перед войной в Афганистане, комплекс совместных действий по профилактике борьбы с гриппом, птиц и нюкаслской болезнью, соглашение сотрудничества по созданию применения стандартных образцов состава и свойств материалов. То есть, отталкиваясь от анонса, от завтрашнего заседания глав правительств СНГ, хочу сказать, что слухи о смерти СНГ, которыми нас периодически снабжают в сетях или, допустим, в средствах массовой информации, они, как в таких случаях говорят, сильно преувеличены. СНГ, как страновое объединение, продолжает свою деятельность и, прежде всего, эта деятельность направлена на решение насущных проблем граждан Содружества. Все те проекты, решения, которые, по всей видимости, завтра будут одобрены, они носят вполне конкретный характер. Участвовать в завтрашнем заседании глав правительств СНГ, как и в недавнем заседании глав государств СНГ, на самом деле будут 10 стран, не все из них представлены на самом высоком уровне на этом пространстве. Это пространство продолжает существовать, как бы кому этого не хотелось, может быть, за пределами этого пространства, и продолжает требовать к себе внимания. И вот то, что касается более плотных, более целенаправленных организмов уже внутри СНГ, которые, отталкиваясь от несовершенства СНГ, предлагают свои решения, то, как мы знаем, такие объединения тоже с течением времени возникли и продолжают развиваться здесь, на пространстве СНГ. Это, прежде всего, Евразийский экономический союз и Организация договора о коллективной безопасности. Я, безусловно, согласен с тем, что Россия, как самая крупная страна в содружестве и вообще на этом пространстве, в Российском союзе, на ней лежит особая ответственность. Да, у нас есть и споры, и несогласия в России по темпам создания Евразийского союза, по вопросам, относящимся к отраслевой тематике. Тем не менее, я хотел бы сказать, дорогие друзья и уважаемые участники, когда мы говорим об интеграции, мы должны понимать, что она не может быть шведским столом, в котором вот это можно выбрать, а вот это можно оставить. Вот тебе вершки, а мне корешки. Если мы говорим об интеграции, то в этом случае это интеграция экономическая, требует определенного политического, безусловно, взаимодействия и создания необходимых механизмов. Такие механизмы в определенной форме есть, Евразийская комиссия создана у нас, которая работает. Но этих механизмов, очевидно, недостаточно для того, чтобы преодолеть те самые барьеры, о которых вы только что говорили. Поэтому, если идти на интеграцию, то тогда рассматривать ее в комплексе. Не только, кстати, в экономической сфере, но и в других. Ведь у нас состав государств, участников Евразийского экономического союза совпадает, по сути, с составом участников договора о коллективной безопасности. Разве это не повод для того, чтобы говорить о политике, в том числе не только об экономике, но и о политике? Отчего некоторые наши партнеры уклоняются, подозревая, что это есть в заваливальной форме попытка воссоздания Советского Союза или какого-то другого объединения одного государства и так далее? У нас таких планов нет. Но давайте обратим внимание на развитие схожих объединений, которые существуют в мире. Ну, например, соседнего Европейского союза. Возможно ли такой разнобой в оценке одних и тех же событий и отношения к одним и тем же проблемам, которые существуют у нас в рамках наших объединений и, допустим, в странах Европейского союза? Вот многие страны Европейского союза, как вы знаете, выражают недовольство тем, что Европейский союз наложил санкции на Россию и они не могут развивать свою экономику из-за этого. И тем не менее, несмотря на то, что они выражают это недовольство, они исправно продлевают эти санкции по тому, что такова дисциплина. Есть у нас такая дисциплина в рамках нашего союза? Все ли здесь без греха, уважаемые наши участники? На мой взгляд, нет. Потому что по конфликтным вопросам, которые возникают в мире, очень часто мы занимаем разные абсолютно позиции, считаем, что это нормально. Мы в России никого ни к чему не принуждаем и не собираемся принуждать. Но оценивать эти позиции мы оцениваем. Вот о чем я хотел бы сказать. Так что прежде чем подойти к отмене каких-то барьеров и ограничений, давайте будем судить о том, насколько полноценна наша интеграция и союзничество. Продолжение следует...